Привет, зритель! Давно не было обзорчиков с магнитика. Я тут прогулялась, а хотела до Волги дойти, но что-то там такой сильный ветер. Прямо в лицо. Я не осилила до нашей Волги дойти. Я всё время забываю, что там очень хороший такой фарк. И зашла магнит чисто за яйцами. Гуляла, поняла, что, наверное, яйца всё-таки должны быть дома. Мало ли мне салат такой приспичит или ещё что-то. И, в общем, зашла я магнит как бы за яйцами, но оставила там 480 рублей 97 копеек и решила, что бы не обозреть то, что я тут купила. Потому что есть некоторые продукты, которые я не первый раз покупаю, и они мне нравятся, но вдруг кому-то тоже понравятся. Пакет у меня тут из-под Вайсбериса. Яйца. Ну, как бы это, мне не принципиально крупные, не очень. Там разница была от крупных до не очень, ну, рублей 5. Или вообще меньше. Я взяла вот, но, которые покрупнее, они были чуть посвежее. От 18 января. Первая категория. Коколь. Беру их периодически. Ну, по мне, в принципе, яйца куриные, они и вафки, яйца куриные. Кто бы их там ни клал, в смысле, ни продавал. 72 рубля без копейки они. Эти яйца у нас. Где они? Тут только что видела, да. По-моему, они беленькие. А, нет, они не беленькие. Беленькие были те, которые помелще. Я купила себе молока. Когда тётя Люся из выдры собиралась сюда с молоком, у меня ещё внезапно было и молоко, и пристокваша. А сейчас она, не знаю, когда поедет, а мне что-то вот сухим геморрится неохота. Я хотя тут намутила сухого с коробом, подогрела потом. Сбила в блендере, подогрела его. И вот какао-какао. И решила, что можно купить молока. Молоко было по скидке, потому что оно не совсем свежее. Буквально 3... Ну, я нашла там это, чуть посвежее. 21 числа, а сегодня у нас 25. Но до 1 февраля оно может жить. 2,5% жирности. Причём сейчас везде такое молоко. Написано килограмм. Но на самом деле там чуть меньше литра. Тут 970 миллилитров. И в составе просто молоко, а ещё молоко безжиренное. Ну и как бы это... 49, без копейки оно было. Да, 48 рублей 99 копеек. Так, может у меня тут слишком ярко меня освещает мой свет. Вот так может. Я с этой лампой, я честно постараюсь её смонтировать на днях. Так как у меня нет кузьей молочки, то у меня, соответственно, и творожка-то нет. Давно уже нет творожка. У меня как-то был кузьей творожок, но что-то я его не успела съесть. Он откинулся копытцами. Большую часть у меня ела кошка. И вот, короче, надо было сразу его хотя бы частично заморозить. Я что-то забыла, что я раньше завораживала часть творожка. Шайзюду. Этот творожок у нас создан 17 января. И живёт он ровно 2 недели. Посчитай сам, если хочешь. Он был по скидке. Это творожок обезжиренный. Обезжиренный. Моя цена. В составе у нас тут молоко обезжиренное и закваска. 180 грамм. И что-то где он тут? Где-то творожок. 28 рублей без копейки. Я так давно не покупала покупной творожок. Ну, нет. Не козий, а именно вот такой какой-нибудь. Вообще какой-то творожок. Я помню эту дурынду кошку, которая у меня слева по борту выскочила, которая прям бобёр обожрала мне столешницу. Она была ровная, теперь на неё ещё чуть-чуть и можно замазиться, как-то чем-то её обклеить. Обожрала мне столешницу письменного, компьютерного стола. Вообще она какая-то. Бобёр конкретный. В общем, когда она была мелкая, я ей покупала творожок где-то в течение полугода. И она у меня жрала этот творожок. Ну, когда вот не в деревне, то она жрала у меня творожок. И я хотела купить какую-то колбасу варёную. Она вполне себе ненормальная была по составу, но на ней не было цены. Она была настолько бесценная, что я побоялась, вдруг мне денег не хватит на неё. Мало ли она там стоит миллион пятьсот. Сто пятьсот тысяч рублей. И я купила сардельки, которые, в принципе, по составу были даже получше, чем эта колбаса. Моя цена сардельки телячьи. Мясной продукт, колбасные изделия варёные. Сардельки категории B телячьи. Я, правда, не очень догоняю категория B категория. А вообще-то категория B, но я её почему-то B назвала. Убакова на условиях модифицировать на атмосферу. Тут у нас в составе говядина, филигрудки, куриная, вода питьевая, фарш из мяса птицы, свинина, шкурка свиная, крахмал картофельный, молоко сухое, безжиренное, посолочная нитритная смесь, соли, фиксаторы окраски, нитритный натрий, экстракт чёрного перца, кошка не жири, ничего тут. Антиокислители, азой, аскорбат, натрий, я без понятия, что за хрень. Чеснок, стабилизатор ги, аэрофосфаты какие-то и краситель кармины. Ну, в общем, 500 грамм, 25 суток живёт, создано. Оно у нас с 9 января до 4 февраля даже может жить. Правда, после вскрытия живёт 3 суток, но мы посмотрим в холодильнике, сколько оно проезжает. И вообще где-то 120 рублей без копейки оно. Слушай, я угадала, я пророк и прорэп. 120 рублей без копейки. Первый раз такие беру. Я вообще, крайне, сама я покупала сардельки, мне кажется, лет 10 назад, осознанно. Обычно я в гостях, бывает, что ем сардельки. Не знаю, как-то я брезгую, что ли, или почему мимо хожу. Я и сосиски-то одно время лет 5 подряд не покупала. И потом где-то вот раз в полгода, в лучшем случае. А тут что-то думаю, что мне купить. Я купила ровно 5 крановых палочек на развес. У меня там немножко осталось кукурузы. Я думаю, сварю яйцом, разморожу эти палочки. Порежу их вместе с яйцом, потом и с кукурузой. И со сметаной, и с майонезом зафигачу, и будет у меня маленький салатик. Палочки на развес. Где вы тут? Они за килограмм 200 рублей без копейки. Реально так, 199,99. И вышли мне они на 122 грамма. 24 рубля 40 копеек. Что у меня вкусно? У меня тут яблочко. Кстати, мне хоть его как пробили-то? Я не глянула же, а то они любят иногда пробить. Нет, пробили нормально. 61,49, 61 дубль 49 копеек за килограмм. Это яблоки новые урожаи. Самые дешевые яблоки, которые там были. Но при этом они такие крупненькие, красивенькие. Я вам одну яблочко купила. Я просто тут подумала, ну а что я тут так это, не буду, не буду покупать яблоки. Какие-то свои закончились уже как бы совсем. Даже те, которые от родственников свои тоже закончили. Калязинские яблоки. Я подумала, почему бы не купить яблочко? Главное про него не забыть. Можно его, допустим, потерять вместе с морковкой. И вот салатик, яблочко-морковка. Как вот на стриме обсуждали в чатике. Где-то тут яблочко. 230 грамм яблочко на 14 рублей 14 копеек. Лаше. Огромное такое яблочище. У меня там еще лежит бананчик, грейдфрутик и хурминка. Я сегодня слопала мандаринчик и апельсинчик. Я купила себе немножко конфеток. Девочка, кажется, Настя. Я не помню ник, но, наверное, Настя, потому что там как-то с Настей связан ник. Которая 16 лет внезапно смотрит мои СМР. И не только вопрошала меня сегодня в комментах. Но я еще не была в ноуте. В смысле, с телефоном мне заходить было что-то внезапно не с ноги. Покупаю я там твиксики или эти самые. Это, видимо, как раз с последнего ролика, где я хаваю. Там что-то. Алиса, ну там же мука, не надо в пакетик лезть, а. Ну вот что за жук-навотник такой, а. Бомер. Жирная. Хотя тут говняется и много чего не жрет. И в тарелку в хозяину прыгает. Короче, я на днях покупала твиксик. Ну как, когда я стала делать свой шоколадик, то мне как-то, ну, меньше стало хотеться покупать покупной шоколадик. Хотя иногда я покупаю шоколадки. И мне из всего этого, там вопрос был твиксики, сникерсы. Сникерсы там крепко жевать моим молочным зубиком. Они крепкие. Даже когда у меня еще, ну, всегда было как-то. Я больше люблю марсики, чем сникерсы. А твиксики мне вообще очень нравятся. Я иногда покупаю еще этот, на развес бывают такие конфетки, как он там, баунти. Иногда покупаю твиксики тоже на развес. Но вот недавно по 35 с копейками, вообще 36 рублей без копейки, 35.99, покупала в магните на кассе твиксик. Тут моя близкая родственница взяла твиксик, и я взяла твиксик. И тут же я им захомячила. Я вообще люблю пучиненка, карамелечка и шоколадечек, вообще. Но что-то редко покупаю, особенно когда стала пить коробчик. Той самой обжарки, который как какао имитирует, или коробчик, который имитирует кофе. Но вообще коробчик, когда стала пить, то у меня как-то меньше тянет на сладкое. Ну, я немножко купила конфеток. Я их тоже иногда покупаю. Чиария. Они что-то были такие бюджетненькие. Сейчас найду. Я вообще, правда, не в курсе, сколько они. Вот что стоят. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Вышло у меня на 114 грамм. 28 рублей 49 копеек. И у меня как бы немножко осталось муки. Ну, где-то, может, половина килограмма. Может, чуть меньше половины килограмма. Я вроде как периодически делаю то блинчики, то оладушки. До хлебушка у меня как-то ручки ещё пока не доходят. Ну, и, короче, хотя у меня тут дрожжи уже появились. Я всё хочу ещё сделать эту закваску на этой муке. У меня она тоже есть. Как её там? Ржаной муке. Ну, там меньше ржаной муки. Ещё я видела, что закваски делают. Это пшеничная мука. Короче, сделать закваску и на её основе сделать. Но что-то у меня пока руки не доходят. И я долго думала, надо ли мне яйца. Вот они вчера закончились. И надо ли мне муки, которые немножко остаётся. Думаю, вдруг мне на блины не хватит. Ну, можно, конечно, другой положить там. Из овсянки зафигачить муки рисовой. Там положить кукурузную. Крахмала кукурузного. Но думаю, чего ты меня кусаешь, а? Вот ты чего меня кусаешь? Вообще, гадская кошка. Иди отсюда. Колобок. И я решила в итоге купить муку, которую я периодически покупаю. Раньше она стоила 39 рублей. Потом 40 рублей. А сейчас 64 с копайками. Сейчас найду вообще, почём она. Ну, там можно было купить увелку за 79,99. Но что-то я думаю, блин, я как-то это уж... Мне не принципиально какая увелка по скидке была. А тут, думаю, 15 рублей разница. Думаю, что бы не купить ту, которую я обычно покупаю. Хотя некоторые считают её какой-то неправильной мукой. Уж не знаю, чё. Мука-то где? 64,99. Короче, 65 без копейки. Мука пшеничная. Где ты тут? А, тут ещё масочка моя. Блазь берескупленная. А, и самое-то главное я не показала. Сейчас покажу, из-за чего я хотела обзор записать. Хлебопекарская мука. Высше 42 кг. Пшеничная. Вот такую муку я обычно беру. Алиса, осторожно, тут провода. Не надо их шарахать. Сделано у нас 9 января этого года. И до следующего, 9 января следующего года, жить будет по возможности. Так, и основное, что я хотела тебе показать, зрители, где-то там чек упал. Вот такое масло. Я его уже третий раз беру. 150 грамм. 61,5% жирности. Масло сливочное, менее калорийное. Вкусный завтрак содержит поле ненасыщенные жирные кислоты. Образ жизни. Оно и раньше, на нём было написано, что оно бутербродное. Сейчас, видать, слегка дизайн сменился. Оно уже не бутербродное. Ну, вот кошке нравится эта масло. Я помню, первый раз купила, она у меня полпачки сожрала. Причём так это, не хлопай глазами, хозяин, когда у тебя есть кошка. Смотрю, так отрезаю кусочек, вот, чтобы положить на хлебушек и размазать. Отрезала кусочки, на досочке лежит, что-то отвлеклась. Смотрю, кусочка уже нет, мы его сожрали. И мне оно нравится. Ну, и небольшая пачечка, не успевает задохнуть, как бы. Третий раз вот покупаю. 79,99, кажется, оно стоит. Где-то тут. Масло бутербродное. Оно вот так и пробивается. Хотя вот на коробочке уже, ну, на бумажечке уже нигде не написано, что оно бутербродное. Масло сливочное, сладкое. Масло сливочное, сладкое. Сливочное, не солёное. Массовая доля жира 61,5%. Пастеризованные сливки в составе. Пищевая ценность на одну порцию 20 грамм продукта среднего значения. А почему у нас одна порция 20 грамм продукта? Чё они какие жмоты? Может, больше хочется в грамм продукта? Ща я его найду. Где-то тут. Да, 79,99. Вот такое масло. Если чё, зритель, я тебе советую. Оно, конечно, поменьше тут, 150 грамм. Но как-то я покупала какое-то масло, которое всегда было 180 грамм, а на нём было написано 150 грамм. А цена была та же, я так охренела. А потом то масло пропало, 150 грамм и снова стало 180. А тут я как-то увидела. Мне кажется, такое покупала один раз или оба раза, все разы покупала. Наверное, да, я его, наверное, видела в нашем магазине исключительно. А как-то видела ещё какое-то масло. Тоже 150 грамм. Оно было по той же цене, что это. Правда, жирность была другая. В солнечном магните. В общем, ну, 150 граммовая пачечка такая вот. Нормально так. Вообще у меня 180 граммовая пачечка. 82 с процентом жирности или сколько там. Ну, короче, 80 с чем-то там процентов жирности лежит. Домик деревни в морозилке. Я думаю, я его как-нибудь потрю. Смешаюсь с сахаром, с мукой и сделаю песочное печенье. Есть у меня одна подписчица в Инстаграме. Я давно у неё каментила. Она там, ну, можно ли, растительным маслом заменить. Пивочная. Она, типа, наверное, можно. У неё какие-то красивые печеньки были. Катя у неё имя. Них не помню. И у неё там дочка ещё есть. Что-нибудь там с дочкой лепили это печение. Я думаю, надо всё-таки сделать. У меня в закладках лежит этот рецептик с фоточкой. И вот как раз у меня это масло, то, которое в морозилке лежит. Чтобы сделать из него вот то печенье. По инстаграмному рецептику. Так, короче, зрители, вот такой у меня обзор покупочек из магнитика. Если ты что-нибудь из этого хаваешь, дай знать комменты. Будет прикольно почитать. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.